Всем привет, друзья! Вы смотрите Звездные маршруты на Астро Ченнел. И сегодня мы отправимся в путешествие по созвездию Лиры. Найти Лиру на небе совсем не сложно, ведь в этом созвездии есть замечательный ориентир. Звезда Вега, пятая по яркости на всем небе. Вместе с Альфой Лебедя, Денебом и Альфой Орла, Альтаиром, Вега образует на небе заметный астеризм, летний треугольник. Но давайте вернемся к созвездию Лиры. Рядом с Вегой вы можете заметить параллелограмм из звезд. Все вместе они и образуют характерный рисунок созвездия, хотя, конечно, по площади оно значительно больше и занимает вот такие границы. На западе Лира ограничит с Лебедем, на севере с Драконом, а на востоке с Геркулесом. В созвездии есть несколько интересных двойных звезд. Для начала наведемся на звезду Дельта. Это отличный объект для биноклей и небольших телескопов. Дельта-1, пятой звездной величины, кажется светло-голубой, а Дельта-2, четвертой с половиной звездной величины, оранжевого цвета. Эпсилон Лиры, пожалуй, еще интереснее. Это двойная звезда, компоненты которой тоже двойные. Звезды Эпсилон-1 и Эпсилон-2 разделяют промежуток в 3,5 угловых минуты. Это увидеть совсем несложно. А вот чтобы заметить еще два компонента, нужно использовать увеличение около 80 крат и более. Эпсилон-1 состоит из двух звезд, которые разделяют 2,8 угловых секунд. Компоненты Эпсилон-2 располагаются на расстоянии 2,2 угловых секунд друг от друга. Бета-Лиры яркая затменная переменная звезда. Она дала название целому классу переменок. Это тесные двойные звезды, чьи компоненты деформируются под взаимной гравитацией и приобретают вытянутую форму. Бета-Лиры меняют свой блеск в пределах от 3,4 до 4,3 звездной величины с периодом всего 13 суток. За небольшое время можно построить подробный график изменения блеска и выглядеть он будет примерно вот так. Но куда более стремительная звезда еще одна классическая переменная – РР-Лиры. Она находится на границе со звездием Лебедя и изменяет свой блеск в пределах от 7 до 8 звездной величины всего лишь за 13,5 часов. Эта звезда также дала название целому классу переменок. Кстати, звезды типа РР-Лиры очень часто встречаются в шаровых скоплениях. К сожалению, название для этой переменной мне очень сложно произносить. Ну а теперь самое интересное – Дипскай объекты, которые можно найти в Лире. Жемчужиной созвездия, безусловно, является планетарная туманность Кольцо – М57 по каталогу Месье. Найти ее несложно. Она располагается между гаммой и бетой Лиры. Ее блеск в районе 9 звездной величины, а размер примерно 1 угловая минута. Поэтому, чтобы заметить кольцо, желательно ставить увеличение побольше – от 50 крат и выше. В целом же объект доступен для самых небольших телескопов, а на фотографиях выглядит очень интересно. Последний объект в Лире, на который мы сегодня посмотрим – шаровое скопление М56. Искать его нужно на линии между гаммой Лирой и бетой Лебедя. Это достаточно яркий объект 8 звездной величины. В небольшие телескопы он выглядит как туманное пятнышко, при увеличении от 150 крат разделяется на отдельные звезды. Если вы хотите купить телескоп для наблюдения этих объектов, вы можете сделать это в магазине Планетарий. Для подписчиков Astro Channel там действует скидка по коду 2018. В заключении хочу сказать, что в созвездии Лиры есть также и метеорный поток под названием Лириды. Его максимум наступает в районе 21 апреля. А на сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok